Я хочу начать с некоторых комментариев по поводу предыдущих вещей. Немножко недоговорено кое-что, и я хочу еще раз подчеркнуть. Мы доказали теорему Лемму-Пуанкаре, Максвелла-Пуанкаре, которая просто сводится к некоторому очень красивому факту про равномерные меры на сферах и их слабый предел, который есть гауссовая мера. И эта гауссовая мера и есть в точности инвариантная мера для группы о бесконечность всех конечномерных вращений бесконечномерного вещественного гибридового пространства. Немножко, может быть, ушло в сторону такое обстоятельство, на котором я все время настаивал. Где здесь, собственно, эргодический метод, и где здесь вот эта идея, что мы идем по траектории и смотрим, какие пределы будут на траекториях. Она есть, только она здесь спряталась вот за этой леммой. Значит, фактически, как надо было бы доказывать, так в полной мере апеллируя к эргодическому методу. Ну вот давайте рассмотрим бесконечномерное пространство всех последовательностей, векторное пространство. На нем, естественно, действует группа о бесконечность. Просто, значит, что такое бесконечность? Это объединение ОН, ну, правильнее сказать, индуктивный предел вложенных групп ОН. Поэтому каждая ОН делает вращение в онмерном пространстве, а там остальные коленаты оставляют без изменений. И мы хотим найти все эргодические инвариантные меры, инвариантные относительно этой группы. Ну, я сразу приступил вот к этой лемме про слабый предел. На самом деле, если говорить об эргодическом методе, то поступать нужно было бы так. Надо, следуя этому методу, взять произвольную последовательность, то есть вектор из этого пространства. И, как рекомендовано, прогонять этот вектор через, давайте обозначим его через х, коротко, прогонять этот вектор через n-ную группу. Значит, вот эта орбита n-ной группы, это, разумеется, будет сфера, правильно? Радиуса какого? Радиуса, равного сумме квадратов первых n. Ну, давайте здесь напишем вот так. Сейчас, значит, радиус равен корню из нормы первых n, фрагмента из длины n, да? Вот, что мы должны делать? Мы должны смотреть на орбиту элемента, взять меру и дальше смотреть, когда, для каких последовательностей х, для каких элементов х, х одна последовательность, для каких х существует слабый предел, weak limit, вот этих равномерных мер, но давайте их обозначим m, n, которые лежат на орбите, на орбите относительно n, n-ной группы элемента х. Вот, что надо бы делать. Но мы это и делали. Только мы не говорили про х, а мы говорили просто, разумеется, речь идет о сфере, радиуса вот такого. И дальше, извольте считать, для каких х такое существует, для каких нет. Общая теорема утверждает следующее, что мы ничего не пропустим. Любая органическая мера появится как слабый предел вот таких для какого-то вектора х. Ну, для каких-то они существуют, для каких-то будет, сразу ясно, для каких-то будет глупость. Например, если, значит, вот сразу давайте пометим, это, собственно, вытекает из того, что я уже рассказывал. Если rn будет у маленькая от n, ну, от корня из n, то что произойдет? Вот у вас сфера есть, радиус ее чуть меньше, чем корень из n. И вы смотрите слабый предел. Как вы помните, слабый предел в этом случае, это просто изучение проекции меры напрямую. Но если вы возьмете... Ну, мы уже знаем правильный ответ, что если будет корень из n, будет гауссовая мера. А если будет меньше корень из n, то что произойдет? Все схлопнется в ноль. Значит, если вы возьмете сферу большой размерности и радиуса существенно меньше, чем корень из n, тогда вся мера придется вот на такой шаровой пояс, который окружает экватор. И поэтому все схлопнется в ноль. Ну, это тоже инвариантная мера, конечно, но малоинтересная. Наоборот, если вы возьмете rn, которая стремится быстрее, чем корень из n, значит, ну, скажем, вот так вот, да, то что произойдет? Тогда наоборот, у вас любой интервал в пределе получит меру ноль. Как бы мера вся уйдет на бесконечность. И поэтому по другой причине тоже ничего интересного не будет. И вот только корень из n, окрестность корня из n. И вот, значит, я хотел это отметить, как более тонкое обстоятельство, чем в случае теоремы Дефинетти, где там никаких проблем не было, просто берите любую последовательность и переставляйте. И еще любопытная деталь состоит вот в чем. Значит, что же это такое? Какие это иксы? Ну, например, можно просто взять постоянный вектор, да? Он как раз будет, у него как раз будет радиус будет тот, какой нужен. И поэтому возникает соблазн сказать, ага, наша мера, значит, получается какая-то настоящая, честная, вероятностная мера здесь. Что она сосредоточена на векторах, которые, так сказать, почти постоянны. Это неправда. И тут вот такой уже эффект, в общем, можно сказать, вероятностный. Он стоит в том, что это в качестве несложного упражнения можете проверить. А именно, что если вы возьмете почти всякую последовательность по этой мере и рассмотрите максимумы ее, ну, скажем, до n большого, то они не будут ограничены. Они будут расти. Но ничего удивительного нет, потому что xn, ну, мы взяли центральную меру, то есть она центрирована, поэтому x может принимать положительные и отрицательные значения, и они могут компенсироваться. Так что, на самом деле, в том, что максимум растет, ничего противоестественного по сравнению с тем, о чем я говорил, нет. Вот. Ну, а дальше, конечно, теория Гауссовой меры. Огромная наука, связанная с... Кстати, вот эта мера иногда называется белым шумом по причинам связи уже с Виннеровской мерой и другими вещами, но так или иначе ее геометрия очень интересная и много чего можно сказать. В частности, я обращал ваше внимание, что вот то, что я сейчас сказал, можно сформулировать коротко. Мера этого пространства, ограниченных последовательностей по Гауссовой мере, равна нулю. Вот это я и сказал, потому что максимум будет нерегулярно, но расти. Вот. Ну и тем более, L2 будет, мера всех, L5 тоже будет равна нулю. Ну вот теперь пойдем дальше. Значит, я хотел дальше рассказывать про... Сейчас, минуточку. Я, кажется, еще в прошлый раз не кончил... Да, я говорил еще про... Но про дикий случай, когда множество инвариантных мер плохо, не имеет хорошего параметра, и поэтому задача, так сказать, не... В некотором смысле безнадежна. Пример был такой. Давайте я просто еще добавлю к этому примеру еще один более наглядный. И немножко об этом еще поговорю. Значит, пример ситуации, когда мы ищем инвариантную меру даже относительно группы Z, но в котором меры, даже эргодические инвариантные меры не имеют хорошего параметра. Значит, это пример, который я приводил. Ну, просто, например, бесконечное произведение, скажем, даже отрезка 0.1 или даже просто символов 0.1. И группа, это есть группа Z, натянутая на сдвиг. Значит, все инвариантные меры относительно сдвига, так сказать, стационарные процессы с дискретным временем и значениями 0.1, они определяются вот такой инвариантной мерой и эргодических мер невероятно много. Я говорил, что уже периодические меры, периодические меры сидят на конечном числе, на последовательности, на периодических последовательностях, каждый из которых получается сдвигом другой. Значит, конечное множество и конечные меры. Так вот, такие, уже такие дискретные меры, они являются эргодическими, если период минимален. И они всюду плотны во всем симплексе. Кстати, я пытался вспомнить в прошлый раз, как называется этот симплекс. Это симплекс Полсона. Значит, это симплекс, у которого вершины, множество вершин. Симплекс Полсона – это симплекс, которым множество экстремальных точек, вершин, всюду плотно. Я даже говорил, как его можно построить. А тут даже и строить не надо, потому что вот конкретный пример. И вот теперь еще один пример, который, может быть, даже немножко удивит, но, как вы увидите, я поясню чуть-чуть, а вы досмотрите, это почти такой же пример, но он выглядит совершенно иначе. Давайте рассмотрим двумерный Тор и рассмотрим произвольную гиперболическую матрицу. Ну, например, любимую матрицу Фибоначчи. Вот такую. Важно, что этот автоморфизм Тора эргодический, то есть у него одно собственное число больше по модулю единицы, другое меньше. Ну, вот и все. На Торе можно рассматривать динамическую систему, такое действие вот этой группы, ну, значит, степеней Т. Значит, можно рассматривать действие степеней Т, на Торе и спрашивать, какие инвариантные меры. Ну, разумеется, любеговая мера инвариантная. Утверждение множества всех инвариантных мер для гиперболического автоморфизма, двумерного или нмерного, это не важно, Тора, тоже есть такой же симплекс Полсона. Кстати, я тоже, по-моему, упоминал об этом, что симплекс Полсона единственной источностью до непрерывного афинного преобразования. Так сказать, один такой симплекс, который появляется в разных ситуациях, но он с точки зрения афинной геометрии и топологической геометрии выпукокомпакта, он единственный. Вот почему? Ну, первое наблюдение очевидное. Здесь огромное количество экстремальных периодических точек, да? Какие точки будут периодическими здесь? Ну, рациональные. Если возьмете рациональное, рассмотрите какой-нибудь вектор с рациональными координатами, то это будет периодическая точка, и эти периодические точки всюду плотные, геометрия очень хитрая и интересная, и одна из замечательных тем в этой области это асимптотика числа периодических точек данной длины. Ну, в общем, много чего тут можно сказать. Ну, вот это есть как бы указание на то, что здесь ситуация похожа. Но они в очень жестком смысле, в баррелевском смысле это одно и то же. то есть можно доказать, что можно осуществить баррелевский изоморфизм, разумеется, не непрерывный, который переводит одно привязание в другое, но и разумеется, в таком случае все список инвариантных мер переходят в список инвариантных мер. Ну, вот давайте на этом закончим. Значит, разумеется, тут много очень интересных конкретных мер, не обязательно все классифицировать. Вот, меры Маргулиса, там много всяких любопытных вещей, о которых я не буду говорить, но так или иначе все меры, конечно, это объект, который не следует слишком серьезно принимать. Теперь мы перейдем к более сложным вещам. Значит, сегодня я хочу рассказать, если успею, о двух, но, может быть, сначала об одной из, начну с одной вещи. Значит, какие две вещи я хочу осветить в этих последних лекциях. Первое это обобщение вот этого на многомерный случай. Сейчас будет объяснено, что это значит. а второе это не то чтобы обобщение, а тоже та же задача об инвариантных мерах, но с комбинаторно-представленческой точки зрения, с точки зрения графов. Значит, это два разных, хотя и соприкасающихся сюжета, но давайте мы поговорим сначала вот об этом. Значит, этот параграф можно назвать так, инвариантные меры на матрицах, ну, а на матрицах пусть будет неопределенно на алгебре матриц и тензорах. Ну, может быть, тут нужно я фамилии потом назову более подробно, но может быть, просто добавить, что еще об одной теме, которая непосредственно сюда примыкает, классификация функций. Не уточняю сейчас каких. Вот. Значит, что мы до сих пор, собственно говоря, пока получили? Мы рассмотрели две, в общем, задачи. Одна в векторном пространстве последовательностей, а другая более комбинаторная дефинетия, инвариантные меры в пространстве просто последовательностей. Здесь относительно ортогональные группы, может, кстати, унитарные, а там относительно симметрической группы. Но эти группы много где действуют. И интересен такой же вопрос для других действий. Это самые простые действия, в некотором смысле одномерные. Значит, вот это ОН, ВРН действует естественным образом, натуральное представление, а мы обобщаем это на... Теперь, если перейти к... Что значит многомерный случай? Давайте вместо векторного пространства последовательностей рассматривать векторное пространство матриц или тензоров. Ну, давайте начнем с матриц. Про тензоры более-менее все то же самое. Значит, давайте начнем с описания действий. Значит, я... Здесь я буду одновременно говорить и о двух примерах. Значит, аналог Дефинетти, аналог Максвелла Пуанкаре будет описываться одновременно. Действия на матрицах Следующие. Значит, давайте... Не важно какие значения у матриц. Нам сейчас это несущественно вещественные числа, комплексные числа или просто даже какой-то конечный набор 0,1 и так далее. Значит, я рассматриваю пространство матриц. Давайте сразу скажем, что оно будет пространство бесконечных матриц. Ну, а значение мне несущественно, но давайте по традиции обозначим К, но К это совсем не поле, а что угодно. Ну, если угодно, Боррелевское пространство. Неважно, какие коэффициенты. Коэффициенты не будут участвовать фактически, а потому можно считать, что это есть, скажем, вещественные числа. Значит, группы... Ну, это я говорю скорее про действия на матрицах. Ну, давайте первое. S бесконечность. Значит, группа всех подстановок, финитных или нет, естественно, действует на пространстве матриц. И даже два действия есть. Давайте сначала рассмотрим естественное действие одновременно на строки и на столбцы, которое просто состоит в том, что если вы берете элемент G1, G2, то один действует слева, значит, вот имеется матрица, и она переходит в G1, но тут правильно описать G2 минус первый, хотя это несущественно. Вот это действие уже произведения групп. Самый простой пример. Рассмотрите матрицы, у которых значение коэффициента это 0,1. И мы рассматриваем просто одновременно перестановку строк и столбцов. Получается новая матрица тоже с теми же значениями, значения не трогаются, и можно спрашивать про то, какие инвариантные меры. А теперь вот это действие такое же, но только ограниченное на диагональ. Просто сопряжениями. На матрице мы действуем сопряжениями с помощью симметрической группы. Ну, здесь матрицы сразу распадаются на симметричные, симметрия здесь сохраняется, здесь ничего не сохраняется. И диагональные, конечно, здесь сохраняются. Ну, поэтому, естественно, здесь, например, рассмотреть специально симметричные матрицы, скажем, с нулевой диагональю. Но это уже детали, потому что это уже попытка разложить на компоненты. Общая задача найти инвариантные меры. Все, давайте скажем, эргодические инвариантные меры. Уже куда более сложная задача, но сейчас мы о ней поговорим. Я не смогу, наверное, полностью доказать соответствующую теорему, но думаю, что сделаю ее понятной. Просто я хочу, чтобы были упомянуты другие вещи. Но, как я уже говорил, наверное, в будущем году буду продолжать. Теперь сразу про другие группы. Тут уже важно, какие коэффициенты. Значит, давайте рассмотрим группы, самые главные, У-бесконечность, О-бесконечность. Тогда я рассматриваю матрицы уже комплексные. Но в этом случае комплексные, а в этом случае вещественные. И теперь я рассматриваю опять ровно такие же действия. Даже не буду переписывать. G1 и G2 это либо отсюда, либо отсюда. Ну, действия на произвольную комплексную матрицу или диагональное действие. тогда здесь нужно поставить, скажем, эрмитовые матрицы в случае комплексном или вещественные матрицы. Значит, вот замечательная задача. Найти ну написано у меня все инвариантные. Вот это написано. Я просто продолжу. На множестве все инвариантные теперь уже относительно у-бесконечность на множестве эрмитовых матриц. Но соответственно для у-бесконечности на множестве симметричных матриц. группа О и У здесь неважно какая фенитная, то есть такие преобразования которые сохраняют хвост неподвижным или все ответ будет один и тот же. Значит, в этом смысле задача об инвариантных мерах она очень грубая. Она в отличие от представлений не чувствует разницу между группами, потому что если мера инвариантна относительно маленькой группы, то по непрерывности она инвариантно относительно большой. Финитные, конечно, плотны в слабом смысле среди всех, и поэтому вот так. Ну вот это задача, которая давно уже стояла и, в общем, более-менее решена. Сейчас об этом пойдет речь, но только я еще сразу хочу сказать, что матрицы здесь не очень важны. Что такое матрица? Матрица – это билинейный функционал. Вот то, что здесь написано, это фактически действие на билинейных функционалов. Ну вот такое, или вот там диагональная, когда же 1 равно же 2. А можно рассматривать полилинейные функционалы. То есть просто брать b, n от конечного числа аргументов и действовать группой так или этак. И тут масса возможностей. И тут вступает в игру уже классификация матриц относительно таких действий. Тут у нас были, например, здесь были только симметрические, ну, соответственно, кососимметрические. А там появятся всякие, войдет, значит, будет существенно уже некая теория представления симметрической группы. Так что тензоры расслаиваются. Но это в данном случае детали. Потому что общий метод, которым я буду говорить, он работает и для тензоров тоже. То есть вот то, что мы сейчас услышим, это будет, в общем, рецептом для того, чтобы решать все подобные задачи. Меры инвариантные, инвариантные меры на тензорах и даже с какими-то условиями на тензорах. Вот. Значит, я собрал эти обе, в общем-то, непохожие задачи, но поформально они похожи. Там и там матрица или полилинейные функционалы. Потому что ответы, не то чтобы, они, конечно, очень разные, но они в некотором смысле тоже похожи по структуре. Значит, начнем, разумеется, с примеров. Вот. Но об этих примерах стоит поговорить, поскольку они сами по себе важны. И, например, скажем, для физиков эти примеры вполне исчерпывают ситуацию. Они, как правило, и не думают о других, которые тоже есть. А уж совсем трудно доказывать, что некий список полон. Это уж совсем такая чисто математическая деятельность. Ну вот, значит, такие физически обоснованные примеры напрашиваются. Но в случае, вот в этом случае, когда у нас просто действует симметрическая группа. Но первый пример просто банальный, потому что что делает симметрическая группа с элементами матрицы? Переставляет их. Поэтому, если вы возьмете просто такую меру, давайте обозначим мю, которая просто есть продукт мера по всем индексам матрицы. Значит, ну а тут мы возьмем какую-нибудь меру ню. Значит, мера ню – это мера на вот этом k, на множестве, значит, значений матрицы, entries, то, что называется. И мы просто берем все прямое произведение по всем элементам матрицы. Но понятно, что эта мера будет инвариантна, когда она эргодично тоже легко сказать. Вот тут как раз и понадобится, скажем, для этого действия ничего не надо говорить. А для этого действия, разумеется, надо выделить симметричные матрицы, потому что симметричные и диагональные образуют инвариантное множество. Ну, например, если говорить про симметричные матрицы, на диагональные обращать внимание, то это есть пример. И, значит, давайте для диагонального действия, диагональное действие на симметрических, слово симметрических, понятно, симметричные буквально в смысле матрицы, значит, для них это эргодично, это пример эргодической инвариантной меры. Доказать, что она эргодична, да? Ну, в общем, значит, в этом примере я на матрицу смотрю просто как на список ее коэффициентов. Как-то они там переставляются. И поэтому и доказательства эргодичности, и все остальное как бы совершенно не используют специфику матриц. А, значит, эргодичность надо доказывать просто исходя из того, что эта группа содержит группу всех фенитных подстановок. Только это надо проверить. Но они и есть фенитные, там сидят. Ну и тогда, разумеется, есть эргодичность. Это то же самое, что для одной последовательности, о которой мы говорили. Так что это в некотором смысле пример типа Дефинетти. Все ли это? Вот есть ли какие-нибудь у вас идеи? Можно ли еще придумать какую-то инвариантную меру на матрицах? Например, на 0,1. Вот, я, между прочим, сразу как-то стал говорить о бесконечных матрицах. А всегда полезно посмотреть, что означает эта задача для конечного случая. Но если для конечного случая, что это за задача? Скажите, пожалуйста. Вот имеется конечная матрица. И я, скажем, давайте говорить только про диагональ, это наиболее интересно. Одновременно переставляю строки и столбцы. Где здесь все инвариантные меры? Как здесь описать их? Ну, много чего сохраняется. Значит, тут эргодических компонентов очень много, да? Например, ранг матрицы. Ну, в общем, соображения тут могут быть разные. Например, вы просто можете, как мы действуем по эргодическому методу, взять какую-то матрицу и прогнать ее через всю группу. Получится конечная орбита. Нагрузите ее, это будет инвариантная мера. И все. Поэтому в конечном случае эта задача бессодержательная и с очень, с огромным ответом. Потому что, ну, можно брать любую матрицу и ее орбиту. Так вот, замечательным образом в бесконечном случае, конечно, ответ вариантов гораздо меньше. В этом вы могли убедиться и в случае теоремы Дефинетти. Ответ там очень обозримый. Продакт меры, то есть параметры, это только одномерное распределение. А в конечномерном случае там... Так вот, я просто вспомнил про одномерный случай, потому что он все-таки дает подсказку, Какие инвариантные меры, кроме вот таких совсем уже глупых или непосредственных обобщений, будут? Ну, давайте я сразу скажу ответ. Вернее, не ответ не на все, не на весь вопрос, не теорему о классификации, а другой класс примеров. Значит, вот как надо к этому подходить. И это очень полезная в целом идея, потому что она привлекает, вот она объясняет то, что я тут написал про классификацию функций. Давайте забудем об этой задаче и возьмем какое-то пространство с мерой, например, отрезок. И рассмотрим какое-нибудь, скажем, подмножество... Значит, ну, давайте сначала говорить про случай 0,1. Рассмотрим какое-нибудь подмножество. Б в х, крест х, симметричное. Значит, б совпадает с симметричным. Симметричным, то есть с переставленными координатами. Вот. И теперь сделаем такую вещь. Возьмем последовательность, х у меня не занят, независимых точек из этого пространства х. Ну, пусть это отрезок. Возьмем последовательность независимых точек на отрезке, Каждая из которых распределена в соответствии с этой мерой m. Бесконечная последовательность независимых заданным распределением. И рассмотрим вот такую матрицу. Характеристическая функция b, x1, xe, xg. Вот это я объявляю ижитым коэффициентом нашей бесконечной матрицы. Значит, я просто беру последовательность независимых элементов и рассматриваю либо единица или ноль в зависимости от того, попадает ли это пара в b или не попадает в b. Что получится при этом? Ну, получится ясно матрица со значениями в 0 и 1. Разумеется, симметричная, потому что множество симметричное. Но еще что замечательно. Эта матрица будет случайной, потому что ведь я выбирал последовательность независимых. Вот я беру такой вектор x и матрица, которую я получил, m, она зависит от x. Поэтому если я x буду менять, то есть x будет пробегать последовательности независимых, у меня матрица будет меняться и она будет, как говорят, случайной. Что значит случайной? Значит, на самом деле это означает, что если взять прямое произведение мер m в счетном числе, что отвечает выбору, вот это пространство x бесконечности, значит, вот это мера на x бесконечности. Бесконечное произведение мер m. Тогда вот это отображение, которое я пока никак не обозначил, давайте обозначим его через f. Значит, f, ну, честно говоря, не само f, а f звездочка, что означает это его образ, это расширение этого отображения на меры. Это и есть некая мера, но не знаю, обозначимая через d со значком m, на матрицах уже. Верно? Небольшое утверждение. Это мера инвариантно относительно диагонального действия симметрической группы. Значит, если взять g из симметрической группы, я писал, ну, неважно как, то эта мера инвариантно относительно... Почему d будет... Почему я выбрал обозначение d будет ясно через несколько минут. Почему? А очень просто, ведь смотрите, вот эта мера m бесконечности, она точно инвариантна, ну, я сохраняю букву g, хотя тут действия в разных пространствах. Слава богу. Значит, мы просто берем последовательность независимых, и она по определению инвариантна относительно с бесконечностью. Ну, а теперь посмотрите, во что переходит действие g здесь, в матрицах. Оно как раз и переходит в одновременную подстановку строк и столбцов. Если вы поменяете местами x, i и x, j, то вы тем самым сделали соответствующую перетранспозицию и строк, и столбцов. И поэтому образ меры будет инвариантен относительно этой группы. Вот и все. Вот мы и получили то, что мы хотели. Значит, мы получили на множестве матриц 0,1. Теперь вы догадываетесь, что 0,1 совершенно не важен. Просто так нагляднее. Это подмножество. Это характеристическое подмножество. Характеристическая функция подмножества. Отсюда произошло... А так вообще можно брать любую функцию, что мы и сделаем через некоторое время. И, значит, мы получили новые инвариантные меры. Не будут ли они старыми? Почему это новые примеры? Очень просто, потому что для этой меры, вот для d, уж точно совершенно разные и j, и x' не будут независимыми. Правда. С чего бы... Как это может быть? Значит, если вы рассмотрите, например, скажем, 1, 2 и 1, 3. Но никак, значит, это координата... Значит, это случайный, разумеется, элемент, а именно вероятность... Это элемент, который показывает x1 и x2 в b или нет. А этот показывает x1 и x3 в b или нет. Ну, ясно, что это... Никаких оснований нет, что это... Говорит, что это... Две функции одинаково распределяют, имеют одинаковую вероятность 0 и 1. Что это новые примеры. Почему они эргодические? Тоже ясно, потому что это действие эргодично, и это мы, опять же, проходили, это теорема Дефинития. Следовательно, они... Его образ тоже будет эргодическим, и... Можно это и прямо увидеть. Вот вам пример. Абсолютно не такой, как первый с независимыми. Значит, он особенно важен, потому что он имеет отношение вот к этой задаче о классификации функций, о чем я сейчас, через некоторое время, буду говорить. Но сначала я хочу сделать такие же выкладки для ортогональной группы, что, во всяком случае, в приложениях у физики и у физиков, и вообще сейчас очень модно теория случайных матриц, этот пример особенно... Эти примеры особенно популярны. Значит, итак, что является аналогом гауссовой меры, которую мы построили на... в пространстве Эр-бесконечность на, соответственно, унитарных, эрмитовых, или, значит, симметричных матриц. На эрмитовых или на симметричных матрицах. Опять-таки, вот в этом сходство двух непохожих, на самом деле, задач, что здесь тоже есть два уровня. Первый класс примеров, он будет, грубо говоря, почти такой же, как тот самый, который возникал в Лемме Максвелла по Анкаре. Это гауссовая мера. Но вот как ее описать? Значит, тут нужно было бы немножко побольше поговорить про преобразование фурье, про задание мер с помощью преобразования фурье, потому что для непрорывных групп в бесконечном мерном случае меры описывать труднее. И проще описывать не сами меры, а их преобразование фурье, которые есть хорошие, естественные функционалы. Вот, значит, если вы помните преобразование фурье, давайте я напомню просто, преобразование фурье тех мер, которые мы строили на R-бесконечность, они были вот такими. E в степени минус, ну, это центрированная мера, значит, с некоторым коэффициентом C, норма X квадрат. Но норма имеется в виду Вольт-2. Значит, норма Вольт-2. C – это положительная константа, и это и есть список всех эргодических инвариантных мер относительно группы О-бесконечности. Но для О-бесконечности то же самое, только надо C воспринимать как двумерное вещественное пространство. Теперь аналогичный вариант для матриц. Давайте посмотрим. Значит, опять-таки, я хочу описать для того, чтобы ускорить дело, именно преобразование Фурье. Ну, собственно, извините, здесь можно было бы и сразу говорить. Значит, пример той меры, которую мы строим для инвариантной меры, это просто гауссовая мера в пространстве матриц, давайте, вещественных, симметричных, в которых все элементы, которые стоят выше диагонали, одинаково распылены и независимы, имеют стандартное гауссовое распыление. Не все. Так что я в каком-то смысле эту меру описал, но мне удобно написать также ее преобразование Фурье. Теперь, значит, скалярное произведение нужно заменить на другое скалярное произведение, какое. А, да, я сразу напишу, надо написать скалярное произведение в матрицах, если вы хотите установить двойственность между всеми матрицами, априори у нас все матрицы, и, естественно, фенитными, тогда смысл, тогда будет спаривание между этими двумя матрицами. Скажем, давайте мы лучше напишем так, А это будет у нас переменная матрица, а С это будет фиксированная матрица, дмю от А. Значит, я хочу вам показать, как выглядит прерывание Фурье, гауссовые меры, вот той, которую я хочу привести, в случае, значит, вот, термин прерывания Фурье. Это вот такая вещь, но тут, опять же, совсем нетрудно это сделать, это будет просто норма С в квадрате, ну, тоже с коэффициентом, ой, С маленькая, да, но давайте лямбда напишем, лямбда больше нуля, а это С, это норма С, это просто след С квадрат. Вот и вся разница, вместо такого скалярного произведения, мы рассматриваем скалярное произведение в матрицах, я рассматриваю симметрические матрицы, и рассматриваю вот такую произведение Фурье, оно отвечает той мере, которую я только что назвал, и это и есть то, что называется ортогональный гауссовский ансамбль, вот теория случайных матриц, терминология давно уже устоялась, для унитарных матриц это, соответственно, унитарный ансамбль, ну, почему это меры инвариантные, но нет вопроса, особенно это видно в терминах, если мы говорим о произведении Фурье, в терминах произведения Фурье, потому что, что такое, и это удобно, потому что, понимаете, действие, конечно, всей группы на мерах можно определить, на пространстве с мерой, но удобнее все-таки говорить о произведении Фурье, потому что здесь действие будет просто на фенитных функционалах, и поскольку след инвариантен относительно подобия, то отсюда сразу следует, что это привязание Фурье выдерживает диагональное действие, и отсюда вытекает, что ортогональная, соответственно, унитарная группа сохраняет функционал, сохраняет эту меру. Ну, и после этого остается только убедиться в оргодичности, но оргодичность тоже есть, и в этом особенно никакой проблемы, доказательства более-менее такое же, как и для одномерного случая. Но вот перед перерывом я хочу только одно еще замечание сделать. Опять-таки, где здесь, если уж говорить о примерах, и в том примере тоже надо было сказать, где есть эргодический метод, где та матрица, натягивая на орбиты на фрагменты которой, мы получим как слабый предел эту меру. Но вот легко сказать, на самом деле именно так всегда и поступают. Берут некую матрицу, да, ее срезают, натягивают на нее орбиту относительно унитарной группы и считают слабый предел. Ну вот в этом случае, если взять матрицу, ну я даже скажу, может быть, давайте потом я скажу более точно, какую матрицу надо взять, бесконечную, и так, чтобы ее срезки, прогнанные через ортогональную группу, дали вот эту самую нужную меру. Но это, конечно, можно явно сделать, но ответ так или иначе ясен. И это часть ответа. А вот неочевидные инвариантные меры, это как бы аналог вот того, что, помните, я говорил про меры на матрицах 0-1 матриц, которые получаются из функции на х крест х, подмножество х крест х. Они здесь совсем не столь очевидны. Это замечательное распределение так называемое Уишарта, но я о нем после перерыва скажу. Значит, мой план такой, я сегодня хотел бы на самом деле скорее сказать о том, каков ответ, доказательство занимает все-таки как минимум одну лекцию, но я, может быть, поясню его, и в том, и в другом случае. Ну, значит, в следующий раз, может быть, я скажу еще об одном классе задач, связанной с комбинаторикой. хорошо. Ну, вот давайте приведем теперь такой же пример, как был в случае комбинаторном, дискретном, в случае унитарных матриц. Значит, это такие несколько необычные распределения, но с другой стороны все это укладывается в очень четкую схему. Значит, пример, еще раз слово, пример писать не буду, это распределение Уишерта. Это статистик, который занимался совершенно другими вещами, конечномерными, но просто это распределение в конечномерном случае вот мы обобщили на бесконечномерный и оставили его имя, хотя он непосредственно к этому не имел никакого отношения. Значит, вот какая идея. Заметьте, что идея, вот как и в том примере, она тоже идет из одномерного случая, но несколько похитрее. Вот давайте мы рассмотрим распределение на матрицах, но на матрицах ранга один. Проекторы, можно сказать, одномерные проекторы. А именно таким образом, вот возьмем опять-таки, ну скажем, кси один, кси два и так далее, кси, это некоторый вектор в пространстве последовательности, L2, скажем, но c или r зависит от того, какой пример мы будем. Давайте рассматривать вещественные. И рассмотрим матрицу такую, значит, кси ее элемент на месте и и есть просто произведение кси и кси жи. Вот такая матрица. А теперь предположим, что вот этот вектор является гауссовским. То есть он есть вектор на самом деле уже не в L2, а где получится в R бесконечность, но это есть просто последовательность гауссовских независимых случайных величин. Или просто некоторый вектор из полной меры. И опять-таки ему сопоставим такую матрицу. Значит, давайте обозначим M от кси, и это будет уже случайная матрица. образ. Значит, мы на самом деле рассмотрели такое отображение, ну, если угодно, тут L2, или можно даже написать, давайте напишем, пусть это будет L2. Мы отобразили в матрице, а именно вот так. но если унитарный случай, то нужно здесь ставить комплексное сопряжение. И получили образ матрицы ранга 1, на них мера, и какая? Ведь мы знаем, что эта мера инвариантна относительно ортогональных преобразований. Вот я еще раз значит, ну, как она обозначила, значит, μ это мера на R бесконечности, она инвариантна относительно ортогональных преобразований, и поэтому нетрудно видеть, что эти матрицы, вернее, мера на этих матрицах будет ортогонально относительно диагонального действия той же самой группы, потому что как она будет действовать? Она и будет действовать одновременно на КСИ и КСИ Ж, и это есть диагональное действие. Значит, действие вот это, это есть просто тензорное произведение, если угодно, Ж, КСИ и Ж, КСИ Ж. И потому эта мера тоже будет ортогонально инвариантна. И вот мы получили случайный одномерный проектор и его распределение инвариантно относительно... Ну, во-первых, сразу тут накручивается много чего. Гауссова мера, как вы помните, содержит параметр, можно брать разные параметры. А потом, почему одномерные. Мы можем ровно то же самое делать с многомерными проекторами. Какими? Но просто взять N таких векторов, взять их, смешать какую-то линейную комбинацию и отображать каждую линейную комбинацию в матрицах. Уже получится оператор ранга N к числу матриц взятых. Но все остальное будет ровно тем же самым. Я могу произведение нескольких L2 отобразить в матрице ранга равного числу компонентов в этом произведении и получать опять ортогональную базу. Это совершенно другой пример. Другой по сравнению с Гауссовым. Опять же, например, потому, что уже отсюда видно, что никакой независимости между разными парами и ежей нет. Ну вот, я вам представил парад всего, что существует. А теперь теорема будет стоять в том, что это надо все склеить в одну, так сказать. Очень трудно склеить, потому, что очень разные и в том и в другом контексте. Вот первый пример про дискретные действия с бесконечности и этот пример про действия органолога. Они очень разные. В качестве ... Ну, хорошо. Вот. Значит, я сейчас сформулирую эти две теоремы методики. И немножко поясню их. Но на самом деле то, что я хочу доказать сегодня, это скорее обратный ход. Я использую вот эти идеи для... Не для описания мер, это я может в следующий раз сделаю, а вот для классификации и функции, поскольку это некоторое ответвление очень важное и буду потом его использовать. Значит, смотрите, какой ответ в первом случае. Значит, я... Значит, теорема о... значит, ну, просто напишем список органических инвариантных... Давайте сразу напишем S бесконечность инвариантных мер на M бесконечность. Ну, где, неважно, какие значения компонент матрицы несущественны. Но я здесь имею в виду диагональное действие. Это... Разница тут совершенно небольшая, но удобно говорить про диагональное действие. Значит, эта теорема в той... немножко в другой формулировке впервые доказана американским математиком Олдесом. Давайте я напишу по-английски. Вот. С очень тяжелым доказательством это приблизительно 80... Середина 80-х годов, я не помню точно, но 85-й например. Вот. Значит, я расскажу другое потом доказательство, не основанное на... Скорее на эргодическом методе. У него доказательство очень запутанное такое сугубо вероятность, он вообще вероятностный. Но, на самом деле, ответ, который я сейчас приведу, он, прямо скажем, не в самых лучших... Не самый лучший вариант, может быть, немножко лучше, чем у него, но формулировку, честно вам скажу, нужно было бы еще причесывать. Значит, она следующая. всякая эргодическая инвариантная, разумеется, с бесконечности инвариантная мера на... на... есть... есть... образ... но не буду писать, чего будет ясно, при следующем отображении. рассмотрим пространство с потолка, взятое х, с некоторой мерой m, и рассмотрим на нем функцию аж трех аргументов. Значит, эта функция, единственное, что от нее требуется, функция трех аргументов. Значит, функция на х крест х крест х крест х и с меры m крест m крест m. Но измеримая, конечно. И теперь сделаем следующее. Выберем... Значит, ну да, для диагонального действия тут небольшое сокращение. На самом деле, эти два, вместо этих двух можно взять... Ну, давайте я напишу три, хотя это уже здесь избыточно. возьмем две последовательности независимых величин и еще одну, но которая уже будет зависеть от двух координат. Значит, что это такое? Это последовательность независимых элементов из пространства x одинаково распределенных с m. Ну, и обе они. И эта последовательность тоже значит, с двумя параметрами тоже из x. И рассмотрим такую матрицу. Значит, рассмотрим отображение вот этой этого набора. Это я вообще на самом деле пишу ответ даже не для диагонального действия, а для общего. ну, я скажу, что упрощается. Значит, это отображение F оно сопоставляет матрицу вот какую. У нее элементы такие F от x и y g z и z и g ну, этим самое все сказано. Если диагональное действие, то тогда x равно y. тогда здесь сокращение на одну переменную. Все. Получается некий образ. Вот при этом отображении этой колоссальной меры. Какой? посмотрите. Это дважды m бесконечность по x, по y, а еще по z, так это еще бесконечность в квадрате. Вот это вся чудовищная огромная мера, она отображается в матрице. Получается случайная матрица. Как устроен ее элемент? Грубо говоря, даже не очень грубо. Ее элемент этой матрицы вот он. Вы просто берете ижитый элемент, вы берете точку x и, точку y и точку z и и вычисляете функцию f от этих трех аргументов все. Диагонально там не требует симметичность для диагонального функция должна быть симметрична, а x равно y. А? А z и g должно бы пробегать симметрично и больше g. С очевидными изменениями для симметричных случаев. Вот и все. Понимаете, это такое механическое соединение двух разных структур, которые по существу. Вот эта часть z это вот то, что получается, если просто брать независимые элементы. Никуда не денешься. А наоборот, вот эта часть, она получается, если брать вот второй пример, который я объяснял с множеством. Значит, у меня есть идея, как сделать более эстетично, но я не хочу о ней сейчас говорить. Во-первых, нужно еще ее действительно как следует проверить на ее эстетичность, скажем так. Но с другой стороны, совершенно ясно, что эта формулировка она не промежуточная, потому что она, повторяю, механически соединяет эти элементы. Но я, может быть, один намек скажу, что на самом деле правильная формулировка состоит вот в чем. Что это, вот, третий блок нужно понимать совсем иначе. Нужно считать, что эта функция f не функция, то есть она функция, но она случайная, она сама случайная. Поэтому у нее есть честные аргументы, а кроме того, она случайная. И вот тогда все становится на свои места. Тогда вот этот ответ получается так. Надо взять случайные аргументы и еще, кроме того, не забыть, что сама функция случайная. И тогда, когда она не случайная, вы получаете один вариант, а когда она случайная, получаете наоборот, первого нет, тогда, значит, другой. И это разделение по существу, что показывает другое доказательство этой теоремы. но об этом может быть и на другой раз. Теперь куда более красиво выглядит ответ для ортогонального и унитарного случая. Значит, как объединить все инвариантные меры относительно действия, скажем, тоже диагонального унитарной или ортогональной группы, это другая теорема. На самом деле Олдос и про эту теорему писал, но его объяснение, его формулировка совсем уже тяжелая. А вот та, которую я приведу, это формулировка наша с Ольшанским и близкие вещи, и даже раньше еще доказывал такой американский математик Пикрель, который использовал совершенно другие для этого методы, но в общем тут много доказательств этой теоремы на основе эргодического метода и других, вот я сейчас приведу. Значит, здесь наша задача объединить этих зверей. Один это вот это самые меры Уишерта, которые получаются из этих конечномерных случайных конечномерных проекторов, а другой это гауссовский ансамбль. Вот, между прочим, я должен сказать сразу, поскольку и у нас сейчас и в лаборатории на матмехе случайные матрицы стали одним из брендов, можно сказать. Значит, в общем люди в основном до сих пор занимаются гауссовыми ансамблями и близкими к ним, то есть лучше сказать мерами вот второго варианта, то есть когда у вас случайные коэффициенты матрицы. А вот этими вырожденными случаями занимаются мало и зря, потому что тут много чего запрятано и я еще об этом скажу сегодня даже. Значит, давайте я сформулирую теорему. вот, значит, это теорема про список инвариантных мер для, скажем, о бесконечности или о бесконечности. Тут разница, честно говоря, только в том, что в этом случае очень удобно использовать провязание фурье. Значит, я так и поступлю и напишу ответ именно в этом плане. Ну, может быть, только, ну, давайте я напишу, потом сделаю комментарий. Значит, итак, вот имеется пространство матриц, но в данном случае пусть они будут вещественные. Мы рассматриваем действия вот этой ортогональной группы и спрашиваем, какие эргодические инвариантные меры. Да, я не забыл там сказать, это эргодические инвариантные меры, смешивая вы получите все остальные. Здесь то же самое. Так вот, я буду не их рассматривать, а буду рассматривать их привязание фурье. Напомню, что привязание фурье определяется так. E в степени E, трейс, я писал, ну, давайте по-прежнему напишем А, С, А, это случайная матрица, значит, интеграл по множеству матриц с этой мерой, и это будет функция, значит, А, это произвольная матрица, какая получится, она лежит, так сказать, в множестве полной меры, меры мю, не знаем какая, но знаем, но, в общем, это отдельный вопрос, а С, это финитная матрица, поэтому этот след всегда определен, эта матрица может быть какая угодно, даже не определять, скажем, непрерывного оператора, и так она и есть, а С, это просто финитная матрица, поэтому этот след всегда имеет смысл, и тогда, значит, речь идет о том, что это за функция от С, так вот, эта функция от С имеет следующий вид, давайте, ну, давайте я сначала обозначу F от С, а теперь напишу, где F от С, ну, разумеется, F от С, F зависит от мил, F от С, это вот какая функция, ну, давайте я перепишу, от каких параметров она, С, это на самом деле семейство параметров, вот я сейчас их перепишу, это на самом деле F от параметры эти гамма 1, гамма 2, это то, что к Гауссу, к Гауссу относится, и иксы, ну, это, значит, давайте здесь не пишу, это вот что такое, значит, это Гауссовая часть, малоинтересная, гамма 1, гамма 1, от, сейчас, это, прошу прощения, эти, гамма, это параметры, меры, поэтому лучше написать так, гамма 1, гамма 2, и икс, а здесь надо написать а, сейчас будет объяснено, что такое а, ну, может быть, я сразу объясню, значит, самое замечательное обстоятельство стоит в том, что вот это преобразование Фурье мультипликативно, то есть, значит, вот это лемма очень важная, дело в том, что из самого определения этой преобразования Фурье ясно, что как функция от матрицы С, это функция инвариантно относительно сопряжения, правда, ну, потому что, если вы помножите на У, то это все равно, что перебросить У к А, а мера у нас по определению инвариантна, поэтому эта мера инвариантна относительно сопряжения с С. Что это значит? Все матрицы Эрмитовы, это означает, что эта функция зависит только от собственных чисел матрицы С. И вот замечательное обстоятельство, и это нетривиальная теорема, но не очень сложная, теорема мультипликативности, что Ф от С это есть произведение, давайте уж и функцию другую напишем, Ф маленькая по лямбда и Т от С, где лямбда и Т от С это спектр матрицы С. Мало ли как, значит, раз она инвариантна относительно сопряжения, значит, она зависит только от собственных чисел, но великая вещь, что зависимость от этого мультипликативная, и очевидно, что вот эта функция, которая здесь стоит, она одна и та же для всех собственных чисел, потому что еще кроме того, вы можете переставлять собственные числа, поэтому это Ф это одна и та же, поэтому мы должны описать одну единственную функцию, значит, надо взять вот такое привязание Фурье, это будет функция С, взять спектр этого С, и перемножить значение нашей одной единственной функции, которая зависит от вещественной переменной, потому что это собственное число бегает по вещественной оси С, и все, вот эту функцию я сейчас и напишу, она зависит от параметров, вот, значит, вот так мы напишем Ф, Ф, ну, понятно, но можно здесь приписать, если хотите, вместо А, С, просто Лямбда, С, Лямбда, Лямбда, И, Т, А, С, а тут написать произведение, и вот теперь я пишу, что такое Ф, Лямбда, Ф от аргумента, Гамма 1, Гамма 2, Х, Гамма 1, Гамма 2 параметры гауссовские, а Х это параметры уешартовские, а здесь просто вот это вещь, значит, А, который, по которому, которая бегает по прямой, и это и есть как раз там собственное число. Значит, это следующая функция, Е в степени и Гамма 1 минус, это гауссовская часть, но тут не о чем говорить, все очень просто. Значит, эта часть отвечает за, вот если вы возьмете матрицу С, и по собственным числам перемножите вот эту штуку, вы получите, кажется, гауссовские, вот тот, то, что я всегда описал, С на норму С в квадрате. С на, или там, лямбда, нет, лямбда тоже нехорошо, понимаете, параметр, скажем, дельта на С в квадрате, это вот она часть. А уешартовская часть, она вот какая, это есть произведение, Е в степени минус и ХК А, при нее я сейчас поддельно некоторую речь произнесу. Вот, пока. И параметр ХК это тот самый параметр, помните, вот, который собирает проекторы ранга, конечного ранга. Их, они могут быть даже бесконечного ранга, но коэффициенты удовлетворяют вот какому условию. Сейчас, значит, сумма, а просто в ль 2. Вот, вот это наш ответ. Значит, вот выписан общий вид мер инвариантных на группе, на пространстве симметричных эрмитовый, более-менее то же самое, матриц, инвариантных относительно действия ортогональной, диагонального действия ортогональной или монетарной группы. Значит, вот эта часть и есть гауссовский ансамбль. И здесь много чего сделано. Например, значит, вот изучен спектр случайной матрицы, целая наука, которая начата еще Вигнером и так далее. вот на нашем последнем семинаре Никита Алексеев делал доклад по своей диссертации. На эту тему сейчас не побоюсь сказать, сотни работ пишутся, хотя прямо скажем запоздало. Это все конечно идейно принадлежит приблизительно 80-м годам прошлого века. Но деятельность продолжается. Совсем за последние несколько лет вышло 4 толстых книга книги о случайных матрицах. Вот кстати одну мы недавно перевели на русский замечательная книга Мэтта. Можно ее приобрести или даже посмотреть у нас случайные матрицы. Это все в основном про гауссовский ансамбль. Это не нашло еще на мой взгляд такого адекватного использования. Они в некотором смысле проще. потому что здесь как бы спектр почти уже виден невыраженным глазом. Значит что-то такое. Кто из вас узнает чье преобразование фурье вот эта функция. Может быть самый простой вариант вот такой. Чье это преобразование фурье? Какой меры? меры? Не знаете меры каши? Значит это меры вот это преобразование фурье дискретные меры напрямой. Здесь непрерывная гаусса а это дискретные меры напрямой. Значит как это нужно понимать? Значит вот эти хк это и есть вот я здесь как раз писал про помните вот такие вырожденные матрицы так вот надо написать здесь коэффициент хк вот этот самый хк и складывать по к вот такие штуки и это будут как раз матрицы уже возможно бесконечного ранга потому что к может быть даже бегать до бесконечности ну и разумеется и здесь к надо написать конечно значит это гауссовские переменные эти векторы каждой отдельности они независимы а хк их как-то смешивает значит вот это и есть та мера на многомерном даже бесконечно мерном пространстве векторов гауссовских из которых изготовляется уже матрица потому что это есть элемент матрицы уже вот та мера которая при этом получится и будет иметь вот такое превзание фри вот и все значит здесь гауссовость спрятана в меньшую размерность и она выявляется уже некоторым дискретным образом значит здесь ну по этому поводу можно сказать многое например эти матрицы повторяю поскольку они вырождены они имеют конечный такой структуру суммы проекторов их спектр конечно менее интересен но тем не менее он ведется совершенно иначе чем спектр случайных гауссовских матриц это как раз вещь которая не может просто так что ли быть оставленной без пользы потому что это единый ответ здесь проще здесь я думаю что эстетика не вызывает у вас отвращения потому что это разумный ответ может быть именно потому что мы перешли к вязанию фурье там в том случае это такой диссонанс битвей между непрерывным случаем и дискретным в большей степени а здесь он вполне но впрочем это тоже эта идея здесь присутствует заметьте что вот здесь как бы непрерывный спектр здесь дискретный спектр но они собрались вместе потому что дискретный спектр тоже выражается в виде вот таких вырожденных распределений на матрицах и теперь я в оставшееся время хочу не знаю уже с доказательством или нет вот что сказать значит обратиться в другую сторону в обратную в смысле сторону использовать случайные матрицы для задачи которые не относятся к этому циклу вот смотрите значит это как раз близко к примеру который второму примеру для случая действия группы с бесконечностью значит напомню этот пример в более общем виде у вас есть функция двух переменных и вы на пространстве с меры вы взяли независимую ну давайте по другому обозначим взяли последовательность независимых случайных величин и образовали вот такую матрицу значит это независимые одинаково распределенные величины с этой мерой m поэтому эта мера как я объяснял является мерой на матрицах инвариантной относительно диагонального действия и здесь мы вместе с солдасом и другими ее используем для описания мер а теперь я хочу объяснить какую огромную пользу эта идея имеет наоборот применение к функциям сейчас я наоборот буду считать что у меня я как бы не то чтобы буду считать известными эту меру но я буду использовать язык мер для того чтобы что-то сказать о функциях это следующая задача значит это вот как раз тут и написано классификация измеримых функций значит вот ну давайте еще раз я напишу задача ставится так имеется измеримая функция f двух двух или на самом деле можно и больше числа переменных то есть функция на x с какими-то значениями совершенно несущественно какими и меня интересует следующая классификация две функции называются эквивалентными если значит здесь есть меры если существует такое преобразование давайте для простоты рассматривать симметрические функции по двум аргументам так вот эквивалентность означает что существует преобразование пространство x ну на самом деле можно сказать что эти функции заданы даже на разных пространствах для простоты давайте считать что они заданы на том же пространстве x таких что такое что f2 от tx 1 tx2 равняется f1 от x1 x2 просто t переводит одну функцию в другую но кроме того t сохраняет мир понятно опять-таки а для одной переменной что это за задача для одной переменной это классическая задача имеется две функции сказать когда одна из них будет выражаться как подстановка других какой ответ что у них должно быть одинаково распределение одинаково очевидно но не только распределение распределение это главный инвариант но кроме того ведь нужно чтобы у этой функции у обоих функций кратности принятия значений были одни и те же они не могут измениться из-за этого преобразования и поэтому нужно чтобы было одинаковое распределение и чтобы функция кратностей почти всех значений были одинаковые. Это, значит, уточнение этой теоремы принадлежит Рохлину. Я не буду сейчас об этом говорить, но, грубо говоря, для одной переменной задача решена. Распределение и кратность, и все. Для двух переменных задача гораздо сложнее и не может быть столь просто решена, но, тем не менее, с учетом вот этих идей она решается, и я сейчас об этом скажу. Значит, во-первых, для того, чтобы избавиться вот как раз от кратностей, давайте вот в этой задаче, если кратностей нет, то есть все функции f, модуль 0 взаимно однозначны, то есть она каждое значение принимает только не более одного раза, но тогда только распределение других вариантов нет. Кратности, нечего говорить о кратности. Каждое значение, если оно принимается только один раз. Для функций двух переменных это понятие немножко другое, это называется чистота. Чистая функция двух переменных это функция, которая обладает таким свойством, что если вы один аргумент зафиксировали, а второй элемент меняете, то это возможно только когда x равняется x штрих. То есть сечение этой функции не бывают одинаковыми при разных аргументах. И то же самое для, наоборот, второго аргумента. Вот. Как это сказать абсолютно корректно? Не совсем это и ясно. Это надо сказать так, что давайте рассмотрим разбиение нашего пространства x на классы такие, что две точки в одном классе имеют одно и то же сечение. Тогда это разбиение тривиально. То есть за вычетом множества мер и ноль это разбиение на отдельные точки. Вот это чистая формулировка. А? Да, да, конечно. Все это с точки сюда множества мер и ноль. Нет, он сохраняет меру. Нет, нет, нет. Как всегда, эквивалентность это значит, что он изоморфизм. То есть, ну, если, да, если вы хотите, чтобы был действительно классификация, но чтобы была обратимость. Так вот, давайте мы рассмотрим такие функции чистые, которые не бывают на существенным образом, не повторяются при разных аргументах. Тогда теорема состоит следующим. Для того, чтобы две функции были бы изоморфны, вот в этом самом смысле. необходимо и достаточно, чтобы вот те самые меры, которые мы строили на матрицах, были бы одинаковы. Вот я их потому и обозначил через D, потому что я их назвал матричными распределениями. Это аналог распределений. Где D это матрица, которая получается таким образом. Вот я беру функцию, вычисляю ее в независимых точках. Она у меня симметричная, поэтому вот такая. И получаю меру на матрицах. Ту самую, которую я выписывал только что. Значит, это мера на множестве матриц. Видите, значения не важно какие. Какие есть, такие есть. И они должны совпадать. В одну сторону это очевидно. Если уж есть такое преобразование, так, конечно, все одинаково, так оно и есть. В другую совсем нет. И я не буду сейчас подробно об этом говорить, но хочу только сказать об одном применении, которое относится к теореме, высказанной впервые, ну и доказанной определенным образом Громовым, которая называется теорема реконструкции, значит, и которая, доказательство этой теоремы для нее гораздо проще. Следствие теорема реконструкции. Вот. Что это за теорема? А очень просто. Это теорема, когда вот эта функция f есть метрика. Давайте решать такую задачу. Имеется метрика, две метрики на пространстве x. Значит, имеется мера и еще имеется две метрики. Или разные пространства, это не важно. И вот мы хотим их расклассифицировать. То есть расклассифицировать хотим, на самом деле, метрики. Ну, меры можно считать, можно считать, что все это на одном пространстве, это не важно. То есть мы хотим сказать, что метрика R от x1, x2, ну, штрих, равна ρ от t, x1, t, x2 для некоторого преобразования t, которое сохраняет, значит, изоморфизм M, пространство с мерой. Но я просто повторил то же самое. Единственное, что я добавил, что наша функция есть метрика. Раз она метрика, то это свойство как называется? Изометрия. Значит, мы классифицируем метрики с помощью изометрии, сохраняющих меру. Частота здесь, если это метрика, очевидна, потому что что такое вот эта штука? Это расстояние, функция, которая выражает расстояние до точки x, это до точки x3. Если это метрика, две точки обязаны быть одной и той же точкой. Значит, это чистые функции. И тогда эта теорема говорит вам, что для того, чтобы это было так, необходимо и достаточно, чтобы мера на матрицах, какая мера? Какая получится? Но заметьте, что она будет сидеть на матрицах, не каких-нибудь, а матрицы, которые сами являются метрикой на натуральном ряде. Если вы эту матрицу будете считать, что это матрица, элементы, заранимированные натуральными числами, то тогда ограничение – это тоже метрика. Значит, вы фактически говорите о мере на матрицах, которая сидит не на каких-нибудь матрицах, а матрицах, являющихся метрикой на натуральном ряде. Случайная метрика на натуральном ряде. И вот теорема говорит, что если эти две метрики дают одну и ту же меру, и только в этом случае, то это есть как раз. Значит, на самом деле важная теорема, и ее доказательство как раз проще, чем общий случай, потому что фактически пространство легко восстанавливается из счетного множества, поскольку это метрика все-таки. Но, тем не менее, может быть, я в следующий раз его проведу, это доказательство, основанное всего лишь на эргадической теореме, даже на теореме Борреля и еще нескольких соображениях, и все. И отсюда получается вот такая классификация. И закончу я только тем, что вот мой призыв к специалистам по теории случайных матриц стоит в том, что вот такие меры не изучались почему-то до сих пор, они очень, на самом деле, важны. Значит, это мера на матрицах, не на каких-нибудь матрицах, а на метриках на натуральном ряде. Какие у них спектры, что можно по этим спектрам определить, какие свойства метрических пространств. Это увлекательнейшие вопросы, но про них ничего, кроме нескольких экспериментов физиков, не известно. И вот, значит, я думаю, что это все очень должно быть любопытно. Формально это как раз тот случай, вы видите, что здесь это второй случай для списки мер, где все определяется функцией. Вот этой случайной добавки здесь нет. Никаких гауссов компонентов независимых, никаких нет. Вот. Но, тем не менее, этот случай не менее сложен и, значит, на самом деле очень интересен.